Всем привет, обязательно подпишись на канал, а мы начинаем обсуждать очередную горячую охотничью тему. Погнали. Очень часто удивляюсь, когда гуся стреляют двумя и четырьмя нолями. Реже нолем. Про картечь вообще молчу. Так называемые зенитчики, верящие в свою меткость, оставляя кучу подранков и настеганных красивейших птиц. А теперь давайте разберем математику гусиного выстрела. Гусь. Масса 4 килограмма, площадь тушки 380 квадратных сантиметров. Ружье. 12-й калибр, полный чок, сужение 1 миллиметр. Снаряд. Дробь номер 1, масса дроби 36 грамм, число дробин 98, масса одной дробинки 0,37 грамма. Скорость дроби на расстоянии 60 метров, 183 метра в секунду. 60 метров энергию, 12,4 джоулей, а надо бы 9 масс дичи, то есть 36 джоулей. Но это еще не все. Радиус круга R50, вмещающего 50% дробин в снаряде, равен 27,4 сантиметра. Радиус убойного круга при этом составляет 33 сантиметра. Однако на расстоянии 60 метров, для сильного чока R50 равен уже 51 сантиметр, так что вместо ожидаемых на границе убойного круга 4, дробин в тушку гуся попадет чуть более одной дробины. Правда и одна дробина может сделать свое дело, если попадет в голову, площадь около 7 квадратных сантиметров, в шею, примерно 15 квадратных сантиметров, или в сердце, не более 8 квадратных сантиметров, что в сумме составляет около 30 квадратных сантиметров. Вероятность попасть в эти части гуся равна, 30 дробь 380, равно 0,789, то есть менее 8%. При этом мы произведем 92% промахов, которым никто не поможет. Между прочим на одного гуся уйдет в среднем, 12,5 патронов. Но неприятности на этом не кончаются. Допустимая погрешность прицеливания, должна быть не более 33 сантиметров, на 60 местров, 0,55%, что почти в два раза меньше середины ошибки хорошего стрелка, которую Зернов считал, порядка 1%. При этом вероятность попадания равна, 0,19. Таким образом число патронов и подранков придется увеличить еще раз в 5. Но так как, господа, мы за ценой не постоим. Далее. Если гуся накрыть с центром особи, где густота дроби, в 2,72 раза больше, чем на границе убойного круга, то математическое ожидание числа дробин, будет равно 3,1, что не дотягивает даже до 4. Погрешность прицеливания при этом, должна составлять 0,18%, поскольку эквивалентный радиус площади тушки гуся, равен 11 сантиметрам. Ни о какой-либо стрельбе в лед и думать не приходится, а при использовании дроби номер 4,0 и 0 результаты будут еще более плачевные. Вот какую печальную картину рисует теория. Но эта же теория может говорить и о другом. Умерьте ваши притязания, господа, на заоблачные выси, поберегите ваши ключицы, стреляя с двойными выстрелами, по 54 грамма дроби в каждом, а остановитесь скажем на 40 метров. По этим же формулам получим, допустимая погрешность прицеливания 0,8%. В любом месте дробовой осыпи, можно ожидать попадания в тушку гуся, не менее 4 дробин. Энергия дроби не менее 39 джоуль. Вероятность попадания равна 37%, примерно 1 гусь из 3. И если у вас хорошая засидка, вам никто не мешает, и у вас крепкие нервы, чтобы дождаться, когда гусь подлетит метров этак на 25, то тогда и стволы с цилиндрической сверловкой будут кстати, и дробь номер 3 будет хороша, а допустимая погрешность прицеливания составит 1,6%. Стрелок с вероятной ошибкой 1% может брать 4 гусей из 5. А чтобы это не выглядело голословным, произведите например 5 выстрелов по прямоугольнику с размерами, 14 см на 27 см на расстоянии 60 метров, патронами магнум, полумагнум или снаряженными по рекомендации А. Азарова и подсчитайте суммарное число дробин в цели. Можно не сомневаться, что их будет меньше 15, то есть в среднем меньше 3 от выстрела. Впрочем можно и не тратить патроны, а обратиться исследованием В. Гурова, который сообщал, что при стрельбе дробью номер 1 на расстоянии 60 метров ружье Браунинг Голд с длиной ствола 760 мм, приносил в силуэт Гуся в среднем 5 дробин, Германика 3, АМР-153 2 дробины. И это все при 46 грамм дроби в снаряде. При этом отношение плотности дроби на расстоянии 60 метров к плотности дроби на расстоянии 40 метров уменьшалось, соответственно в 6, 8, 9, 7 и 14 раз. Таким образом можно сделать вывод, что Гуся лучше стрелять 4, 3, 2. Сейчас больше всего продается пластмассовых гильз под еврокапсюль, но в нашем случае рекомендуется взять гильзу с живелом. Этот вариант будет более подходящим, но использовать еврокапсюль не запрещается, если нет возможности купить живело. Что касается пороха, то предпочтительнее взять именно сокол. Навески используйте те, которые указаны на банке. Иногда для 12-го калибра бывает нужно взять 2,2 грамма, а в некоторых других случаях навеска увеличивается до 2,3 грамма. Здесь внимательно читайте инструкцию к самому пороху. Для стрельбы Гуся нужна сильная обтюрация, поэтому на порох кладите одну или две картонные прокладки, если толщина одной будет меньше 3 миллиметров и пластмассовый обтюратор. Войлочный пыш будет более подходящим вариантом, но обязательно возьмите сосалкой. А в некоторых других случаях навеска увеличивается до 2,3 грамма. Здесь внимательно читайте инструкцию к самому пороху. Для стрельбы Гуся нужна сильная обтюрация, поэтому на порох кладите одну или две картонные прокладки, если толщина одной будет меньше 3 миллиметров и пластмассовый обтюратор. Войлочный пыш будет более подходящим вариантом, но обязательно возьмите сосалкой. Если говорить о самом диаметре прокладок и пыжей, то они могут быть разными, в зависимости от диаметра дульного сужения того ружья, из которого планируется охотиться на гусей. Например, ваше ружье имеет диаметр канала в 18,2 миллиметра. Это означает, что вам необходимо взять картонные прокладки на 0,4 миллиметра больше, что будет составлять 18,6 миллиметра, а войлочный пыш потребуется уже на 18,9 миллиметра. С номером дроби определяйтесь сами, но многие охотники используют номер 3. В конце всего процесса возьмите обычную закрутку и заделайте края гильзы. Старайтесь стрелять данными патронами из ружей с дульным сужением чок. Эксперименты стрельбы из таких патронов показывают, что на расстоянии около 60 метров можно успешно добывать гусей. Пользуйтесь этой технологией снаряжения и стреляйте без промахов. Обязательно подпишись на канал, чтобы быть в курсе всех охотничьих тем. Посоветуй чем лучше стрелять гуся, и согласен ты с моим мнением или нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!